В муниципалитете в рамках Дня физкультурника состоялся спортивный праздник. Торжественное открытие мероприятия прошло на стадионе «Металлург», где участников соревнований поприветствовали представители администрации округа. Я вас, безусловно, всех поздравляю. Благодарю за то, что вы делаете. Благодарю всех за пропаганду здорового образа жизни. Спортсмены и любители активного образа жизни, внесшие свой вклад в развитие физической культуры, получили почетные грамоты. После этого был дан старт состязанием. В различных спортивных дисциплинах приняли участие более 500 жителей муниципалитета. Самой быстрой во всех смыслах стала легкоатлетическая эстафета. Занимаюсь практически систематически. И появилась такая возможность справиться на данных соревнованиях, тем более наш праздник. Очень хорошо, я считаю, хорошая атмосфера. И любой желающий захотел бы поучаствовать в любом из видов спорта. Уже через несколько минут после старта команды стояли на пьедестале почета. Победителями эстафеты стала команда из горок Ленинских. Но если легкую атлетику называют королевой спорта, то король по популярности, конечно же, футбол. Играют две группы. Ветераны, ну, 35 и старше, скажем так, есть и ребята постарше. Четыре команды, они играют по олимпийской системе. Полуфинал, за третье место и финал. Два полуфинала, за третье место и финал. А здесь играют, ну, помоложе, 17+. Шесть команд, две группы по три. Полуфиналы, финал. Ну, выявляют сильнейшего. Старшие участники выявляли сильнейшего на стадионе «Металлург». А юные футболисты играли на поле Видновского художественно-технического лицея. Всего 10 команд в двух возрастных категориях. Турнир носил дружеский характер и футболисты при необходимости. И шли на выручку своим соперникам. Сегодня у нас на игру пришло 5 человек из нужных 6. Поэтому мы взяли одного игрока из команды соперников. С которыми мы как раз таки и хорошо общаемся. В это же время на воркаут площадке стадиона «Металлург» проводились соревнования по кроссфиту. Участникам предстояло выполнить серию упражнений на скорость и выносливость. Как вы видите, у нас сегодня много участников. Все пришли и поболеть, и поучаствовать сами. Пришли с семьей, показывают детям хороший пример, положительный. Вообще сегодня очень хорошее мероприятие, потому что очень много площадок. Мы сами пойдем дальше на северную ходьбу, на шахматы. Самые маленькие спортсмены выявляли быстрейшего на трассе в соревнованиях, организованных Видновской школой «Беговела». Этот вид спорта развивает координацию ребенка и позволяет заниматься им с раннего возраста. С полутора лет у нас детки занимаются, чаще всего к двум годам, до шести лет они занимаются «Беговелом». Уже с двух лет у нас все детки садятся на двухколесный велосипед и начинают параллельно кататься и на велосипедах еще двухколесных. То есть «Беговел» – это прям такая ступень, сразу ты перепрыгиваешь на двухколесный велосипед и без проблем уже ездишь. Для этого и придуман «Беговел», в общем-то. Победители и призеры всех состязаний были награждены кубками и памятными медалями. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.